Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. План изменений рассекречен. На Россию надвигается новая пенсионная реформа. Антикризисные меры или переделы собственности. Депутаты оценили предложенные правительством изменения в закон о концессии. На штрафстоянку Государственная Дума разрешила подмосковным властям эвакуировать без ГИБДД неправильно припаркованные машины. На очереди регионы. За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло почти на 69%. Это на 8,5 миллионов человек больше по сравнению с декабрем прошлого года. Такие данные приводят Росстат. При этом ведомстве считают, что 13 тысяч рублей минимального дохода вполне достаточно для жизни. И еще несколько цифр. По сравнению с 2021 годом средний доход на душу населения снизился с 48 до 36 тысяч рублей. Что касается средней зарплаты, то ее размер уменьшился с 63 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. А вот количество безработных выросло на 800 тысяч человек. Но, похоже, такой провал в социальной политике не помеха для новой пенсионной реформы. О ее подготовке на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов Антон Силуанов. На сытую старость россиянам придется копить самим. О новой системе пенсионных накоплений правительство заговорило еще в 2019 году. Однако после негативной реакции населения на Краснопресненской набережной взяли паузу. Потом случилась пандемия коронавируса и тема надолго исчезла из повестки дня. О том, что в Минфине не отказались от идеи стало ясно 17 июня после заявления Антона Силуанова во время Питерского экономического форума. Цитата. Мы разрабатываем инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами. Это могут быть в первую очередь налоговые стимулы. Вопрос государственного софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения. Конец цитаты. Уже сейчас бюджет ПФР без трансфертов из госбюджета не способен выполнять текущие пенсионные обязательства. А это означает, что государство фактически собирается переложить всю ответственность за свое материальное благополучие в старости на самих граждан. Впрочем, объединив ПФР и ФСС, возможно, удастся сэкономить на содержание нового фонда. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Социальный фонд будет выполнять все функции ПФР и ФСС, но более быстро и качественно. При этом для удобства граждан установленные даты выплат будут сохранены. Мы также сохраним все точки приема граждан. Эти клиентские службы будут работать по единому запросу, назначая все меры социальной поддержки. Таким образом, пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды смогут обращаться куда им удобно, в МФЦ или ближайший офис единого фонда. Однако, вместо расчистки авгиевых конюшен пенсионного законодательства создается иллюзия масштабной реформы, считает думская оппозиция. Данная группа законопроектов практически ничего не меняет для простых граждан. Она не снижает пенсионный возраст, о чем мы неоднократно говорили. Она не вводит индексацию пенсии работающим пенсионерам. Более того, она не увеличивает даже покупательную способность пенсии наших пенсионеров. Она будет падать по расчетам сегодня, опять же, экспертов в течение ближайших трех лет. А вот обещание правительства, что лишние помещения будут перепрофилированы под медучреждения. Скорее всего, завлекалочка, придуманная для депутатов, чтобы слуги народа дружнее проголосовали. Косвенно это подтвердил и сам господин Пудов. Непосредственно в переходных положениях законопроекта содержится норма о том, что все работники ПФР и ФСС сохраняют свои рабочие места. Это была такая серьезная идеологическая проработка этого вопроса нашими социальными партнерами. Не исключено, что численность высших чиновников после объединения даже вырастет, так как планируется образовать коллективные органы управления, наблюдательный совет и правление фонда. А значит, потребуются кабинеты, транспорт и деньги на оплату труда. Фактически предлагается очень серьезная реформа администрирования, которая, безусловно, потребует значительных и управленческих усилий, и финансовых средств. Вместе с тем меняется организационно-правовая форма фонда. Неудивительно, что депутаты пытались выяснить закулисный замысел совершаемого маневра. Она теперь не коммерческая организация, а организация и учреждения – это большая разница. Не считаете ли вы или не имеете ли намерения приватизировать этот фонд или отдать его в перспективе в аренду, в концессию, в какую-то, потому что вот эта смена организационно-правовой формы, ну, имеет, так сказать, намерение что-то изменить в этом фонде? Мы не планируем перехода в какое-либо, как раньше это было, финансово-кредитное учреждение при каком-то ведомстве. Страховая организация. Государственный термин присутствует. Много вопросов к идее объединения фондов оказалось и у депутата Госдумы Николая Коломейцева. Уже 20 лет существует проект закона о статусе фондов и их работников. А здесь, с одной стороны, двойственность куда? В сторону коммерции или в сторону государства идет объединение фондов. И самое главное, что, по нашему мнению, не хватает еще в пакете одного закона об уменьшении пенсионного возраста или возвращения к старому. И еще один немаловажный момент. Общий денежный размер нового фонда будет составлять приблизительно половину федерального бюджета. Мы привыкли считать, что недра России содержит всю таблицу химических элементов Менделеева. Однако сегодня более трети сырья, важного для стратегических отраслей экономики, закупают за рубежом. Причем по некоторым позициям зависимость от импорта стопроцентная. Это титан, хром, марганец, лиций. Список можно продолжить. Еще три года назад Счетная палата по итогам проверки эффективности системы управления недрами предупреждала, что ситуация несет угрозу национальной безопасности страны. Увы, тогда к аудиторам не прислушались. В правительстве намерены минимизировать риски в условиях санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. Об этом депутатам Госдумы заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Но на часть вопросов чиновник не стал отвечать. Информацию о добыче полезных ископаемых решено засекретить, потому что наши оппоненты тоже наблюдают за тем, что мы делаем, посетовал министр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первоначально планировалось, что правительственный час Минприроды будет посвящен проблемам мусорной реформы. Но в последний момент тему отчета изменили. Рост несанкционированных свалок, неподъемные тарифы на вывоз мусора для населения, плохая экология. Отошли на второй план перед угрозой остановки российских предприятий из-за нехватки сырья. Неполное воспроизводство у нас по таким полезным ископаемым, как, например, марганец, хром, титан. При том, что запасов этих видов у нас достаточно. Их было выгоднее импортировать. И спрос российской промышленности маленький, и рентабельность добычи была низкая. Сейчас же экономические условия изменились. Наша страна должна быть самообеспечена всеми полезными ископами. Исходить не от рентабельно или нерентабельно, а от того, что это просто нужно. К 1 июля правительство обещает представить обновленный список дефицитного сырья. В нем 55 позиций вместо прежних 29. На основании этого перечня и скорректируют стратегию разработки полезных ископаемых. Но уже принято решение все данные по поиску и добыче засекретить. Начальный этап – это самый сложный и несет огромные риски. Поэтому на себя эту ответственность берет государство. 18,6 миллиардов рублей выделяем по двум нашим программам на этот год. В итоге проведем поиск углеводородов на 34 объектах и твердых полезных ископаемых на 58 объектах. И как всегда, нефтянка вкупе с газовиками оказалась в приоритете. Из почти 19 миллиардов, выделенных на геологоразведку, 15 направлено на поиск новых залежей углеводородного сырья. Львиная доля оставшихся денег уйдет на разведку алмазных карьеров и золота. Если брать твердые полезные ископаемые как основу сырьевой обеспеченности отечественной промышленности, то сейчас из 228 видов твердых полезных ископаемых осуществляется добыча только 98. При этом наличие денег сегодня не решает главную проблему. Геологоразведочное оборудование, которое используют компании, сплошь иностранного производства. Чтобы оно не утекло за бугор, Минприроды пришлось принимать радикальные меры. Я подписал приказ, который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования. А то многие ринулись вывозить это оборудование за пределы нашей страны, особенно компаний с иностранным капиталом. Сегодня доля импортного оборудования в нефтегазовом секторе у нас порядка 43%. В производстве жиженого газа 80%. В разработке шельфа доходит до 85%. Но отвечая на вопрос, что будет с поставками и как будет решаться проблема обслуживания, господин Козлов не стал вдаваться в детали. В краткосрочной перспективе мы выстоим. Мы держимся. То есть у нас запасы есть, склады есть. Я вам честно скажу, мы вместе с коллегами из Минпромторга создали определенный перечень людей. Я не буду называть их фамилии. Они в закрытом режиме работают. С закрытым перечнем. И если позволите, я не хотел бы говорить, потому что наши оппоненты наблюдают о том, какие меры мы будем делать для того, чтобы эту проблему решить. Засекретили в правительстве и судьбу соглашений о разделе продукции в нефтегазовой отрасли, заключенных с иностранными инвесторами в середине 90-х годов. Кстати, вектор обсуждения был задан в Госдуме в конце мая, когда на охотном ряду попросили счетную палату проанализировать участие Японии в разработке нефтегазовых месторождений на Сахалине. Доля прибыли участников из Японии в проекте «Сахалин-2» 22,5% составляет порядка 55,3 миллиарда долларов. В проекте «Сахалин-1» 30%, соответственно 57,2 миллиарда долларов. С одной стороны, они до сегодняшнего дня получают сверхприбыли, с другой в отношении нас сотни санкций инициировали. Почему мы не можем взять, проанализировав эти вопросы, и сказать им «до свидания», десять раз уже они отбили затраты, должны передать все Российской Федерации, но не уходят. В действительности тогда были приняты такие решения, потому что в стране отсутствовали технологии, и, наверное, может быть, тогда это было правильно, а нет, без оценок. Но тут же министр сам себя поправил. Наша позиция одна вместе с экономическим блоком и с энергетиками. Нам нужны, в первую очередь, приоритеты страны. Впрочем, 15 июня может войти в календарь как точка резкого разворота. Со второй попытки Госдума одобрила законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензии на разработку недр иностранными компаниями. Нижняя палата парламента большинством голосов приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении механизма государственно-частного партнерства, в том числе на разработку недр и незавершенное строительство. До января 2023 года конституционные соглашения разрешаются заключать без согласования с антимонопольной службой и без проведения конкурса. Часть домской оппозиции отказалась поддерживать документ, заявив, что такая инициатива уничтожает саму идею концессионных соглашений, а также будет способствовать процветанию коррупции. Разработанные правительством законопроекты входят в очередной пакет антикризисных мер и, как уверяют разработчики, позволят адаптировать к реалиям действующие конституционные соглашения. Первый законопроект «Концессия в регионах без конкурса» позволяет ускорить заключение конституционных соглашений на региональном уровне, сократить это примерно на полгода. Второй законопроект «Пересмотр консессии без фаз» позволяет упростить в 2022 году тоже временная норма процедуры изменения существенных условий заключения конституционных соглашений. Под упрощенный порядок не подпадают соглашения, заключенные в сфере ЖКХ и по объектам транспортной инфраструктуры. Но в данном случае замминистра Слукавил, утверждают депутаты. Мы на прошлом заседании вносили поправки только в отношении жилищно-коммунального хозяйства, дабы облегчить консессионерам заключить договора. Ну, вы знаете, что сегодня окучивают коммунальные хозяйства Фридман и Вексельберг. Надо облегчить им условия, при которых они могли его взять. То, что законопроекты написано под конкретных людей, сомнений нет. Это после некоторой заминки пришлось подтвердить и чиновнику. Не надо делать нормативный акт правительства. Мы сразу ограниченный список, сам закон ко второму чтению погрузим, чтобы не было никаких вопросов. Вы предлагаете уйти от нормативного акта правительства и принимать решением правительства. Это значит, что вы будете принимать индивидуально по Иванову Петрову Сидорову. Зачем вопрос? Кто эти Ивановы Петровы Сидоровы? В КПРФ не сомневаются, что поправки, предложенные правительством, направлены на передачу государственного имущества в собственность конкретным лицам. Причем закон о приватизации не трогают, чтобы не высвечивать заинтересантов. Зато есть другой закон о концессионных соглашениях. Он, как прокладка между государственной и частной собственностью, легко и незаметно решает эту задачу. Вот я посмотрел четвертую статью закона 115 о концессионных соглашениях. А там все, все можно отдать без конкурса. Объекты экономики, сельского хозяйства. Так что мы все это так вот в распыл пустим под шумок вот этой вот сегодняшней антикризисной, антикризисных мер. Мы отдадим все определенным людям на конкретных условиях. В концессию можно, например, взять морской порт. Приватизировать нельзя, а в своеобразную аренду, пожалуйста, срок соглашения может быть и 49 лет. Получается, что формальным собственником остается государство, но используют объект фактически пожизненно частный бизнес. Судя по всему, поправки писались в огромной спешке. Документы изобилуют ляпами. Вы нам только что сообщили, что из сферы действия этих законопроектов выведено жилищно-коммунальное хозяйство. Между тем, если верить тексту, который внесен правительством Российской Федерации, из сферы законопроекта не выведено, например, холодное водоснабжение. Теплоснабжение, централизованная система горячего водоснабжения за исключением водоснабжения или водоотведения. Если где-то есть какие-то неточности, мы поправим. А теперь о совпадениях. 1 июня издание «Коммерсант» поделилось новостью. «Газпромбанк» и компания «Бамтоннельстроймост» попросили передать им в концессию «Бам» и «Трансиб», пообещав инвестировать в развитие магистралей полтора триллиона рублей. Поправки в закон о концессионных соглашениях правительство внесло в Думу 3 июня. 15 июня Государственная Дума разрешила подмосковным чиновникам без ГИБДД наказывать автомобилистов за неправильную парковку и отправлять машины на штрафстоянку. Сейчас подобными полномочиями обладают власти только Москвы и Санкт-Петербурга. Инспекторы задачи не справляются, жаловался коллегам подмосковный депутат Алексей Баранов. Ни скорой не проехать, ни мусоровозу к контейнерам. Все дворы забиты неправильно припаркованными машинами. На территории Московской области потребность в эвакуации составляет до 2000 автомобилей в сутки. Но фактически, ввиду ограниченного количества экипажей ДПС и инспекторов административной практики, задерживается менее 300 автомобилей. По данным регионального Минтранса, перемещение легковой машины на штрафстоянку стоит в районе 4,5 тысяч рублей. Хранение – 1400 в сутки. В области организовано 36 стоянок. Здесь же проблема в неправильной градостроительной политике. А теперь хочет еще за счет своих аффилированных эвакуаторщиков людей обдирать. Согласно представленному законопроекту принудительной эвакуации, на штрафстоянку будут подлежать машины, которые стоят под запрещающими знаками. Дальнейшее развитие событий легко можно спрогнозировать, уверены борцы зелеными крокодилами. Пойдя по тропинке Москвы, вы будете завешивать улицы знаками «Остановка стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». В ответ господин Баранов заверил депутатов, что у властей Подмосковья нет цели заработать дополнительные средства. Со своей стороны профильный комитет Государственной Думы предлагает распространить инициативу и на другие регионы. А счастливил депутатов и автолюбители «Единорос» Атари Аржба. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я, ее ведущая, Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин